Корейцы любят менять дизайн своих моделей до неузнаваемости, но новая Hyundai Sonata выделяется даже здесь. Таким ярким этот седан не был еще никогда. К сожалению, за интересной внешностью скрывается немало недостатков. Среди материалов внутренней отделки Sonata немало жесткого пластика, и это портит впечатление от симпатичного интерьера. Например, дешевая пластмасса на дверных картах, которые они приятно контрастируют с нежной кожей подлокотников. Sonata получила кнопочный пульт управления автоматической коробкой. Смотрится он здорово, но научиться работать с этими кнопками на ощупь нелегко. Если нужно развернуться в несколько приемов, то приходится дополнительно смотреть на приборный щиток, чтобы проверить, включилась ли передача. Hyundai продолжает повсеместно использовать в своих моделях марки «Черный глянец». В Sonata им отделаны даже те зоны, которых постоянно касаешься. Пространство вокруг крупных кнопок автомата и подрулевые рычажки обречены быть постоянно заляпанными и царапанными. В движении Sonata может донимать стуками и скрипами в рулевом управлении. Эта же напасть преследовала седаны прошлого поколения. Зря новинка унаследовала эту дурную привычку. «Захрустела рулевая рейка. Поскольку хруст был еле слышный, я устал доказывать дилеру, что проблема есть». Пока не прокатил весь салон, от менеджера до младшего помощника старшего механика признавать проблему никто не хотел. Спустя два месяца ожидания сделали замену рулевой рейки по гарантии, пишет в своем отзыве пользователь с ником КВБ из Тобольска. Багажник Sonata скорее разочаровывает. Несмотря на немалый объем в 510 литров, сам отсек получился совсем узким, да и погрузочная высота великовата. Спасибо, что предусмотрели рукоятки дистанционного складывания спинок второго ряда. Под хлипеньким ковриком отсутствует даже минимальный органайзер. Скупом под пули, голый металл и полноразмерная запаска с набором инструментов. А главное, совершенно непонятно, как и зачем с внутренней стороны крышки исчезла ручка для закрывания. Уцепиться решительно не за что, а зимой приходится пачкать руки, удивляется Ярослав из Волгограда. Багажник Sonata может расстроить появлением коррозии. Оказывается, такое может случиться и на новом автомобиле. Из опыта Никиты из Ростова-на-Дону, спустя две недели владения обнаружил уже всем известный косяк – ржавые точки в проеме багажника. Как оказалось, это металлическая стружка. Она к лаку никакого отношения не имеет. Это точки сверху, над лаком. Приехал к дилеру – все исправили. Внятной динамикой Sonata похвастать не может. Даже старший мотор 2.5 для седана слабоват. В паспортные 9,2 секунды до сотни верится с натяжкой. Динамики хватает для города и безопасных обгонов на трассе. Но только при условии, что вы не стесняетесь поактивнее давить на газ. Зачем Sonata такая тряская подвеска? Ходовая седана прямо вздрагивает всем телом на кочках. Прав Антон из Санкт-Петербурга. Мелкие и средние неровности всегда ощутимы. Нет благородства в настройках. По уровню шумоподавления Sonata все еще далека от своих прямых конкурентов. Слышно двигатель, ветер, шины и даже работу подвесок. На низах Sonata с мотором 2.5 не хватает тяги, а на верхних оборотах уже маловато шумки. Вот такой корейский бизнес-класс. Делится впечатлениями Дмитрий из Вологды. Даже с таким перечнем недостатков появление Sonata не осталось незамеченным. Конкуренты напряглись, покупатели заинтересовались, а те, кто выбрал корейский седан, не устают его нахваливать. Интересно, за что? По внешнему виду Sonata самый необычный седан в своем классе. Даже эффектная родственница Kia K5 меркнет на ее фоне. Верно отметила Екатерина из Ростова-на-Дону. На Sonata все обращают внимание, ведь ее дизайн – это настоящее буйство углов и линий. Особенно впечатляют светящиеся полосы на капоте. Sonata достались неплохие передние кресла. Они здесь мягкие, но не аморфные. Боковая поддержка слабая, но это соответствует характеру седана. Главное, что в дальней дороге не устаешь. В старших комплектациях, помимо электрорегулировок и памяти настроек водительского кресла, есть также тихая и эффективная вентиляция. Интерьер Sonata выглядит эффектно. Тут широкие дисплеи электронного кокпита, обилие черного глянца и хрома. Только взгляните на этот стилизованный подавиационный штурвал, но вполне удобный руль. Изящно выполнены рычажки на спицах и опыт хорош по изучению. Из отзыва Максима из Екатеринбурга. Интерьер технологичен и спортивен. Никаких ассоциаций с прежним поколением. Радует внимание к деталям. Дефлекторы обдува окантованы аккуратными хромированными полосками. В рукоятке настроек климат-контроля вмонтированы индикаторы температуры. У Sonata очень навороченная и эффектная бортовая электроника. Приборная панель умеет включать изображение с камер заднего вида в одном из колодцев. Удивляет своими возможностями мультимедийная система. Функциональность, скорость, графика, гибкость и куча вариантов конфигурации – все при ней. Можно одновременно вывести на дисплей навигацию и список радиостанций. Система кругового обзора в Sonata не просто игрушка. Ее камеры имеют хорошее разрешение, а изображение лишено искажений. Есть несколько разных ракурсов на выбор. Sonata – настоящий пауэрбанк на колесах. У нее есть два нормальных разъема USB, обычная 12-вольтовая розетка, плюс станция беспроводной зарядки с вентиляцией. Все это находится в просторном лотке внизу передней панели. Очень удобно. Даже базовая комплектация Classic, доступная для двухлитровой версии, имеет неплохое оснащение. Здесь уже есть полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, зеркала с электроприводом складывания, боковые подушки и шторки безопасности, а также парктроники по кругу. Имеется достойная мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Выбрал вторую по рангу комплектацию Comfort. Получил подогрев задних сидений и руля, электрорегулировку поясничного подпора водительского кресла, камеру заднего вида, бесключивый доступ и комбинированную отделку салона. За свои деньги весьма заманчивое предложение, пишет в своем отзыве Игорь из Москвы. С точки зрения пространства для задних пассажиров, Sonata действительно хороша. Место на втором ряду в ничуть не меньше, чем в прославленных конкурентах. Подушка уютно наклонена назад, набивка мягкая и ничто не мешает принять расслабленную позу. Даже третий пассажир разместится здесь вполне нормально. Удобств сзади достаточно. Подогрев задних сидений имеется уже во второй по рангу комплектации. Если выбрать топовую версию, то здесь будут также шторки. Механические на боковых окнах и с электроприводом на заднем стекле. У правого пассажира имеется возможность двигать переднее пассажирское кресло. На нашем рынке Sonata доступна с двумя бензиновыми двигателями. Первый хорошо известный атмосферник 2 литра на 150 лошадиных сил. С недавних пор он избавился от проблемы с крошащимся катализатором, что приводило к задирам на стенках цилиндров. Второй мотор – новый 2,5-литровый атмосферник семейства SmartStream. В угоду надежности он имеет распределенный впрыск топлива и развивает 180 лошадиных сил. У некоторых владельцев этот мотор с первых же километров стал подъедать масло. Но Hyundai грамотно отреагировали на ситуацию. Те владельцам, кто столкнулись с масложором, по гарантии делали капитальный ремонт или даже замену двигателя. Впоследствии была объявлена отзывная кампания по замене поршневой, а мотор доработали, и проблема ушла. Из опыта Александра из Тюмени был на нулевом ТО с заменой масла. Обнаружили масложор. Звонил официальному дилеру. Сказали, что начинается отзыв Sonata 2020 модельного года с двигателями 2,5. В итоге сделали замену поршневой группы. Шасси Sonata настроено абсолютно нейтрально. Седан стабильно держит скоростную прямую и понятно ведет себя в поворотах. То, что нужно для обычного среднестатистического водителя. Главные плюсы автомобиля Hyundai Sonata. Интересный дизайн экстерьера. Высокотехнологичный интерьер. Простор на втором ряду. Богатая комплектация. Основные минусы. Компромиссы в материалах отделки. Жестковатая подвеска. Слабоватая динамика. Посредственная шумоизоляция. Подводя итог, можно сказать, что Hyundai Sonata – автомобиль, который умеет удивлять. Его дизайн не всем заходит, но в эффектности Sonata не откажешь. Интерьер впечатляет в первую очередь электронной начинкой. Хороша и комплектация. По остальным характеристикам, Sonata – крепкий середнячок. Это автомобиль с просторным салоном, нормальным по объему багажником, более-менее приемлемой динамикой и надежной управляемостью. Вот почему оценка, набранная Hyundai Sonata в читательском рейтинге Дрома составляет 8,6 балла. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Rolf Северо-Запад. Друзья, ну вот наше видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дрома. И самое главное – подписывайтесь на канал Дрома. До скорых встреч! Продолжение следует...